Вот смотрите, какая у нас точка зрения на ответ на этот вопрос. Вопрос номер один. Демократия находится в кризисе. Синенький – это Беларусь, красненький – это мир. Мы думаем, то есть получается 7, то есть это баллы из 10-бальной шкалы, то есть 10 – это там вообще кризис, 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 ноль – это все-все хорошо. Получается на Западе у нас 44-40% считают, что на Западе кризис демократии, на Руси – 7. Я удивляюсь, что там, честно говоря… Снизу демократии на кризисе. А, прошу прощения. Частно-собственность, прошу прощения. Это 6-6. Частно-собственность не стоит быть священной неприкосновением. Я тут прошу прощения, это просто здесь одно и те люди. Частно-собственность в Беларуси – 7, это действительно ее очень мало. На Западе частно-собственность – 4, есть нарушения, но в принципе, точка зрения такова, что она там соблюдает. Немножко резкости надо, если можно, потому что… Попробуйте увеличить, если можно. Проекты, проекты. Не, на проектове… Ну, резкость там, вот это правда. Чуть-чуть вылечить. Там колесико это какое-то… Назад. О-о-о… Да, просто очень маленькие. Понимаете? А если сверху? А если сверху? А если сверху? Видите, что солнце светит? Там солнце светит по этому. Нет, нет. Нет, картинки увеличить просто. Ничего нет. Нет, я просто вам просто голосовые вещи говорю, потом эту презентацию возьмите. Я просто к тому, что какие… по каким вопросам у нас есть единый взгляд на Запад и на Беларусь… Это демократия, да? Последний взгляд. Сейчас, сейчас, сейчас. Намаживаю. Потому что слишком много надо было разбить просто на два слайда, чтобы было больше буквы. Поэтому, сейчас, собственность, в Беларуси, понятное дело, она нарушает. Гораздо больше, опять, всем это говорит о кризисе отчастной собственности. На Западе четыре. Вот. И опять, многие наши американские коллеги говорят, что у них то же самое там, в связи с использованием там золотой акции. Вот. Конечно же, там, если взять, там, если тут есть такой индекс защиты прав собственности, вот. Там, на первых местах, находятся, кстати, скандинавские страны, которые многие считают интервенционистскими, социалистическими. Хотя, на самом деле, фундамент капитализма, открытого общества, частной экономики – это, вот, защита частной собственности. Интернет-социальная сеть помогает в свободе демократии. На Западе у нас однозначно, да, да, один помогает, да. Восемь в Беларуси, да, то же самое. То есть, получается, вот, наши опасения, что использовать ее можно против, оно, ну, оказывается, у нас здесь не выражено. То есть, мы думаем, что, действительно, это во благо. Люди связывают надежды на справедливость, равенство, значит, самореализацию государства. Половину на половину, то есть 50-50, это моя померкомность наша. Причем на Западе и на Беларуси абсолютно одно и то же. 5-5. Протекционист побеждает свободу торговлю. 6-8. Так, то есть мы протекционисты, вот, и очевидно, что Беларусь является одной из самых закрытых стран с гигантским набором инструментов для не впускания иностранных конкретных, в том числе с Россией. В том числе с Россией. Партнерство большого государства и большого бизнеса в Беларуси 5-7. Причем здесь очень интересный момент, потому что я вот в своей презентации буду говорить о том, что одной из самых разрушающих для Запада или демократии моментов является именно связка большого бизнеса, большого государства, и это западный феномен. Не мы придумали сюжет, который называется «too big to fail», «too important to fail» – слишком большие, чтобы обонтротиться. Это они придумали, причем национализация банков, страховых компаний, автомобильного завода и всего прочего. Это придумали, сделали американцы, которые якобы должны быть приверженцами частной собственности и некого там единых правил игры. Единых правил игры, к сожалению, нет. Когда есть сотни институтов, которые являются стратегически важными для мира, для каждой страны и которые не подчиняются законам рынка ответственности за завершение действий, вот, пожалуйста, вас и Лукашенко, потом или Путин, или Порошенко. Все говорят, слушайте, у нас тоже есть «Роснефть», у нас есть там «Белгаз» какой-нибудь там, «Биотрансгаз», не, не «Белгаз» у нас, «МТЗ», прошу прощения, «МТЗ», или «Гомсильмаш», который спасать не нужно, поэтому это во имя же социального блага. Кризис доверия к СМИ. Мы почему-то в Беларуси не наблюдаем кризиса доверия к СМИ, к официальному, то есть радио, телевидение, газету. То есть это вот тоже интересный такой момент, потому что мне казалось, что все-таки доверять стали меньше в Беларуси, там, телевидению, ящику. Мы все знаем, что там нету правды. Но почему, в принципе, даже мы, да, это же публика просвещенная считает, что доверие есть. Не, ну, не, можно просто по-разному, да, вот если, кто же доверяет? Я вот разговариваю, что там, а, там ящик, там, это ничего. Ну, на самом деле, вот, в АДБ есть. Но погоду показывают. Если заниматься анализом того, что говорят и того, что происходит, то у нормального человека складывается впечатление четкое. Что доверять, да? Там все врут. Да? Там все врут, но почему-то одновременно мы доверяем. Вот. То есть 60% белорусского информационного, то есть 60% белорусов получают информацию из российских СМИ. Это тот сигнал, который получили в администрации президента относительно того, а что, как там справляться с ситуацией, когда многие, там, позиции, да, которые, там, по внешней экономике, внешнему миру, там, геополитике, они сформированы не белорусскими СМИ даже, а российскими СМИ. Ты разговариваешь с СМИ, потому что, если ты читаешь интернет, там, читаешь, ходишь на сайты украинские, там, BBC, CNN, там, не знаю, Fox News, все что угодно, у тебя одна точка зрения. Я, например, не смотрю, я вот пропаганду просто у меня нету, там, я чисто для профессионального какого-нибудь, знаете, смотреть, как вру, да, то есть, как это идет фабрикация лжи, вот. А если люди только это смотрят, вот это все, потом я вижу это все, как, где дискуссия возникает у меня в социальных сетях, в этих детках разных, это просто кошмар один, это, 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 это ужас. Вот, люди, мы наблюдаем кризис доверия государству в 6-4, то есть, опять, мы считаем, что на заплате кризиса государству доверия нет. Знаете, сколько доверяют федеральному правительству США сегодня американцы? Ну, 15, 20, максимум 20, все, отсечения. То есть, 20. То есть, 80 просто не знаю, это замечательно. К сожалению, не знаю, но это вопрос доверия. Есть интересные факторы, то есть, это Евростат делает этот вопрос, это ведь доверие там, в Германии много, во Франции там, меньше 10 процентов, сейчас может что-то поменять. То есть, кризис доверия к институтам, которые, есть такой, Баромет Эдельман, да, он измеряет доверие к государству, общественным организациям, бизнесу и СМИ. Вот. И самое, институт, которому доверяют больше всего, это из 4. 4 опции, государство, НГО, бизнес, СМИ. Бизнесу. Бизнесу. Бизнесу доверяют больше всего. Потом говорят, друзья, у вас роль особая, потому что у вас еще там остатки доверия есть, поэтому давайте вперед, консолидируйтесь и там идите вперед, ведите куда-то нас, да. Вот. Но в отношении там государства, да, кризис доверия безусловно есть, поэтому тоже. Свобода. А, свобода теряет авторитет. В Беларуси 6, 23. Опять вопрос, куда дрейфует Запад от свободы или к свободы. Экономика все больше работает по понятиям, а не по закону. В Беларуси это абсолютно все согласны. В Западе половинка. Сколько стран из 28 нарушают марстрийские критерии? Все. 28. 22 из 28. То есть это вот последний, может даже еще больше. Представляете, то есть это тотальное нарушение. Сколько стран нарушает правила торговли в РТО? Все. Ну, не все, но, по крайней мере, если взять даже большую двадцатку. Вот интересный доклад был ВТО, что там, в принципе, там, ну, вывод, да, все страны большой двадцатки нарушали критерии ВТО по тем или иным товарным позициям. Так? Поэтому здесь вот, что они говорят и что они делают, это разные совершенно речи. Совершенно речь, поэтому понятия. Сколько вообще ЕАЭС, таможенный союз вообще работает или нет? АСНГ работает, ООН работает. То есть если взять, что ООН сделала для того, чтобы, значит, создавать или превентивно, значит, как это называется, создавать массивы мира там или предотвращать конфликты, то ООН не справляется с задачей, как бы, сначала своего основания. Потому что первая война, которая была против Израиля, показала, что ООН не был в состоянии определить, кто агрессор, а кто жертва. в том моменте. Я уже не говорю про то, что творится сейчас, и он занимает такую позицию, ну и с архитектурой, и всего прочего. Но тем не менее, мы говорим о кризисе международного права, о кризисе о том, что там, в принципе, ну, вот, Россия вела санкции против товарной, против Украины, будучи членом ВТО. И ничего. Всё, и в итоге молчит, потому что, ну, в итоге, вот, вот, такие ребята, мне дают санкции. Запад или он авторитет? Да, понятно. Авторитет, статус 5 и 4, да? То есть, получается, в статус... А, ориентир, да. В Беларуси, получается, запад ещё ориентир является, да? А на Западе сам запад, с вашей точки зрения, ну, как бы, он может авторитет, а может и нет. Вот, и здесь тоже есть много течений, которые говорят о том, что Запад нуждается в перезагрузке, причём очень серьёзный такой. И посмотрите, очень интересно следить за тем, какие дискуссии ведутся в разных академических и университетских кругах. Какое количество марксистов появляется, какое количество разных фриков появляется там, которые людей просто, вот, слушаешь там лекцию о спасении демократии в исполнении американского марксиста. И знаете, что он говорит? Бизнес, большой бизнес вообще, мы должны спасать демократию от капитализма. То есть, месседж многих левых, да, это вот такой. Вот. И это тоже, как бы, такой вопрос, который надо задуматься. Вот на демократии на какой-то кризисе, мы считаем, что и там, и там. Но шесть, в принципе, ну да, есть кризис, но, в принципе, не такой очень серьёзный. Будущее. Вот это классно, конечно, да. Это наш, наш проект о будущем. В общем, 20-30, да. Первое там. Белорусское правительство отчитывается перед Лукашенко о выполнении седьмой пятилетки. Мы все практически друг, а мы все с десяти думаем, что именно так и будет. То есть, мы не верим, что в ближайшие 13 лет у нас будет новая власть. Что, ничем не болеет? Ха-ха-ха. 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 То есть, это просто, вот, и поэтому вот проекция, да, у нас, мы не думаем, что вообще, как, помните, кто помнит, там, конец 80-х годов, думали ли мы, чтобы распадется Советский Союз? Нет, конечно. Да просто, ну, как это все? Кто думал, что на демократии Советского Союза будет? Да, между Украиной и Беларусью. Украина, с прочим вещения, и Россия, да. Или там между, что Россия нападет на Грузию, тогда уже ситуация, когда какого-то случилось. Южная Корея, Северная Корея, государство, практически мало кто в это верит. Хотя, что-то знать, я не знаю, Германия тоже такой, знаете, сюжет, но мы пессимисты. Затяжные войны в Азии, Китай, Индия, хотя там очень все гремит такое, выводы тоже. Ну, может быть, да, но, скорее всего, нет, да. Легализация марихуана, вот это интересно, да, потому что в отношении Беларуси практически вы исключаетесь сюжет, в отношении Запада 6, то есть, ну, уже факт, он как бы, знаете, когда уже, ну, не состоялся, но в Америке уже большинство американцев за, там, серьезно корпорации инвестируют в это, это нормальный, там, биржевой товар, поэтому нашего, знаете, ненаучный подход, это наш мистицизм по отношению к этому товару, он порождает вот такие глаза. Нервная экономика находится в стагнации после великой депрессии, мы опять не верим, мы оптимисты, великой депрессии не будет, вот, но посмотрим, это опять чувство. Я расстаюсь, не существует значительной границы, 4-4, то есть, получается, что вы скорее едете в европейскую мечту, чем многие европейцы, которые говорят, что, ну, если будет референдум по выходу Каталонии из Испании, или референдум по выходу Шотландии из Великобритании. Так Каталония уже проголосовала в Ярославе. Не-не-не, еще не проголосовала, а будет референдум, который будет там, раньше проголосовала, они еще один хотят, они еще один хотят. Много таких вопросов есть, понимаете, причем многие говорят там сами европейцы, что, ну, действительно, мне потом будет интересно мнение Марка, потому что он как бы инсайдер, он в вопросах безопасности и европейской интеграции, вот, как он это видит, какие дискуссии вообще там идут среди там европейской политической лице, да. Украина в границах 14-го года, видите, мы не верим в то, что Крым будет украинским, да и де-факто, скажем. Вот, то есть мы считаем, что ничего такого не произойдет, и, собственно, и Донбасс, и Крым едва ли вернется, как бы, до состояния 14-го года сначала. Запрещены наличные деньги, видите, в Беларуси вы это не верите, на Западе 5, то есть половина 50-50. Почему? Потому что этот вопрос очень часто гусируется активно международными организациями, которые говорят, что это позволит стабилизировать международную финансовую систему и управлять шоками. то, что Виктория говорит, так быстро, так быстро. На самом деле, друзья, 7-8-й год тоже было быстро. И тоже очень быстро все сложилось. Сегодня есть синдикат центральных банков мира. Это совершенно факт. Америка, Англия, ЕЦБ, Япония, главные банки, которые есть, в принципе, они между собой очень активно общаются. Конечно, столько вбросили в экономику разным оценкам до 15-20 триллионов долларов. И вопрос, помогло ли это или нет. И много есть мнений не критиков системы, а инсайдеров системы, что на самом деле запустить мотор экономического роста не удалось. Хотя мы смотрим, там мировая экономика плюс 3 растет, плюс 2,5, но тем не менее мотора этого нет. Наконец, управление сотной организацией мировой экономикой. 5, может быть, сотной, может быть, нет. Речь идет о создании Центрального банка мира, речь идет о создании Минфина. Возможно, запуске некой мировых денег. Вот, я тоже считаю, что это миф, но опять поступки идут. На это работает... Это пока такой фрагмент на 100 миллиардов долларов, он не интересен как феномен для альтернативы деньгам. 600 триллионов разных активов существует, 600 триллионов в сравнительстве с 27 миллиардов. Это пока... Для меня это пока эксперимент, нормально, ребята, действуйте, там, да здравствуют разные криптовалюты, пользуйтесь, но я воздерживаюсь от... Вот, по теории австрийской, это пока еще не деньги. Вот, это вот как бы обмениваться фантиками, разными электронными записями и всем прочим. Но, я говорю, если вот многие авторы этого сюжета, ну и поддерживают, играют, там, зарабатывают. Ради бога, не запрещать, главное не запрещать, пусть экспериментируют. Дорослав, а вот вопрос. А что вы относитесь к наличным кэшам? Наличный кэш. Это, грубо говоря... Что такое кэш? Это, да, физический деньги? Физический... Это монеты, банкноты, банкноты, вот, которые есть. Потому что, например, если взять у вас, как будет, у вас только записи будут, а кэша не будет, как, например, в многих странах, там никакого кэша не принимают. Можно запретить. Ну, например, смотрите, в Скандинавии, в ближайшие пять лет это могут сделать. Вы приезжаете в страну, если у вас нет карточки, да, вы не рассчитаете, у вас в кармане, там, пятьсот долларов, там, или пятьсот евро, да, и вы ничего с ними не сделаете, вас никто не примет. И не надо. Ну, вон, 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 вон. Вот. Хочи и были. Хочи и были. Хочи и были. То есть это вот факт, чем, что-то дает, дает гигант. Да, взятки. Тоже карточку дает. Конечно. Слушайте, вы не знаете, как сейчас, через эти, эти, платят взятки, ху-ху. Только, 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 это, через наши платежи. Ребята, кальционизм, протекционизм является мейстримом. Опять-таки, в Беларуси вы не везете в то, что в ближайшие, там, 13-15 лет поменяется мировоззрение, поменяется экономическая политика, то есть останется принципиально то, что есть. То есть, вот, опять, с одной стороны, мы теперь еще не верим, с другой стороны, вот, абсолютно наше позиционирование на Беларусь, да? Нам важно, как сторонникам перемен все-таки. Мы считаем, что политически, эстационально, экономически у нас ничего не поменялись. Я с вами попробую. Ну, например, сегодня, свежий, там, возвращаясь к тому, что ты говорил, да, когда государство пытается вмешиваться, даже в Америке, получается, что у них, да, то и даже на Западе, даже тоже, в Америке, как традиционный. Да, да, да. Там тоже есть эта проблема. Безусловно, проблема. Это большая проблема, потому что… Ну, слушайте, что люди… А, это наше им занятие. Это наше. Это мы. Это некуда. Это мы. Это мы, да. Это мы все. Нет. Просто я бы хотела… Меня не спрашивали, но я бы сказала, что и авторитаризм и продуктивность, в принципе, да, не важно у нас или в мире, он будет расти. Смотрите, вот самое для меня тревожное отношение мира, да, ну, мы-то, понятно, мы, как бы, такие уже пессимисты, многие, там, не могут, там, глотнуть свежего воздуха, поэтому, как бы, вот, сидим в этом поле и редко, там, это важно общаться друг с другом, чтобы, как бы, вот, иметь критическое осмысление ваших взглядов. Ну, когда за Сандерса в Америке, марксиста, голосует в 70% молодежи, когда за абсолютного марксиста Корбина в Англии, в Британии, англосаксонская культура, голосует подавляющее большинство молодежи и поддерживает его идеи, это трындец. Это просто, знаете, мы не говорим про Францию, мы не говорим про Италию, не говорим про там, Португалию. В Франции тоже было? Не, ну, она получила там столько, но я к тому, что просто молодежь, вот, это очень большой, интересный феномен, вот, который надо нам всем осмыслить, да, вот, наши мы кричим на нашу молодежь, потому что она такая, ааа, там, ну что, я поеду, там, у меня вот есть, это моя хата, и я никуда не хочу впускать, либо я вообще деградирую, потому что там, мама, папа мне дают на карман, я потом еще проголосую за безусловный доход, буду получать свои 100 баксов и плевать, я хотел на все. откуда вообще, вот, наша эпоха, на самом деле, имеет одну отличительную черту. Все, и западно, и белорусское, и как угодно, мы не задаем фундаментальный вопрос. Один фундаментальный вопрос, что бы мы не предлагали, за чей счет? Бизнес всегда задает вопрос, но мы всегда, когда предлагаем, там, это, 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 то есть, кто за это заплатит? И когда мы зададим этот вопрос, у нас, а это реальный вопрос реального воплощения любой идеи, да, это совершенно по-другому мы будем, может, какие-то идеи даже предлагать. Вот, поэтому, друзья, да, у нас, вот, есть, поэтому сейчас поиск новой реальности, это не какая матрица, да, которая, вот, заведомо данность, мы знаем, вот, есть хорошие, есть плохие, есть, там, красные, белые и все прочее. Это просто, вот, как бровновское бурлящее какое-то движение, в котором мы живем. И непонятно, куда оно закончится. Я могу нарисовать, там, предположить, там, сценарий, там, вообще, цереминатора, да, когда, там, может быть, какая-то война, такая, ну, сорвет с катушек все. Шутка Трампа. America first. Являлся ли Трамп сторонником свободного рынка? Да, вот, конечно. Нет, вопрос. Ну, протракционирует. America first, там, это все. Другой стороной говорит, мне низкая долога. Да, говорит, говорит, да. Да, там, чтобы, там, чтобы, там. Ну, вот, курсика, чище. Да, то есть, вы говорите, вот, в отношении, а, в отношении безопасности, да. То есть, вот, вопрос, который можно поддержать и нужно поддержать. Говорят, друзья, вы же сделали НАТО ничего. Это же НАТО. Видите? Есть такое понятие халявы, да. Мы понимаем, что такое халявы. В халявах безопасности стоишь. Европа лет сорок жила в экономике, называется, позитивная экстрональя, когда американцы платили за безопасный зонтик, да. А европейцы прохлаждались и говорили, ну, нормально, замечательно, вот хорошо, пусть они платят. И мы будем под этим зонтиком вечно выйти. Тут пришел Трамп и говорит, слушайте, блин, 2% ВВП написано. Что вы платите 1%? Что платите меньше? Давайте деньги. И тут все встали в позу, ой, обиделись, и Трамп является изоляционистом, ай-яй-яй, ай-яй-яй, и все. Слушайте, ну это же запи, вы же сами обязались платить 2% молодца. В чем тут мы? Поляки платят? Платят. Эстонцы платят? Платят. Маленькие эстонцы, не самые большие поляки. А почему Германия богата? Почему Италия? И все прочие этого не делают. И вопрос то же самое к нам, да. А если мы любые требования, там, любые, там, международные объекты подписываем, то это мы подписываем потому, чтобы поставить подпись, бокалы там, выбросить на счастье и запреть, либо мы, собственно, отвечаем за база. Вот. Или Украина. Она стала социальным членом, там, в этом все дело, Украина, там, флаги европейские, все замечательно. Блин, что случилось с Украиной? Миша нам расскажет. Или самый классный пример для меня, там, Молдова. Что Молдова? Лет десять последние, там, европейские флаги, ассоциация, там, пришел в Молдову, там, тебе рассказывают, какая хорошо европейская демократия, как свободный рынок. Приходят, до Дона выбрали, который говорит, Лукашенко, мой идеал, друзья, это классно, я хочу как в Беларуси политику, я хочу как в Беларуси экономику. What? Где вообще элиты в Молдовской, да? Как они могли такое допустить? Люди вообще не понимают. Беларусь молит. Парня свозили на тракт и на взвод, и сказал, ну, блин, у вас трактора. Европа отдыхает. И все. Это, получается, глубочайший кризис, вообще, интеллекта, элит молдовских, которые, опять, а люди обычные, что? И, знаете, вот, посылка, говорят, сапог паузу, да, много. Ты говоришь, европейские ценности, ты говоришь, свободный рынок, если ты делаешь дерьмо, коррупционные сделки, выводишь капитал, они говорят, значит, либерализм, Европа дерьмо. Все очень просто. Поэтому, вот, когда, то же самое, 90-е годы, вот, когда Россия, там, строила якобы демократию и либеральную экономику, под этим флагом шел просто беспрецедентный грабеж всего и вся, когда люди, которые никакого отношения не имеют ни к австрийской теории, ни к либерализму называют себя либералами, и все понимают, что Чубайс – это либерал. Слушай, Михайлов. Вот. Это трагедия. Потому что потом, когда Андрей Николаевич выходит, говорит, слушайте, друзья, либерализм – это не то, на него начинают окрышиваться ни коммунисты, ни там эти зюгановцы, там, или там все прочие эти нацики, а Сеслибов, как он замечательно говорит, у нас Сеслибов нету. Но они есть в Украине, они, безусловно, есть в Молдове. Это проблема большая потом теоретическая матрица. Сеслибы – это системные либералы. Да, Сеслибы – это системные либералы. На основании какой теоретической матрицы Запад предлагает реформы для бедных переходных стран, когда они их реализуют и получается вот такое очень неприятная субстанция, дурнопахнущая и грозящая, на самом деле, очень серьезными последствиями для демократии, для свободы перемещения и для людей. Есть еще более такой радикальный пример, связанный там с Тунисом. Там тоже была, значит, все демократия, весна, и когда вот если сейчас это все заваливается, кто придет во власти в Тунисе? Братья мусульмане. Братья мусульмане имеют более свободную ночную поездку дня, чем все те партии, которые там сегодня есть. И что будет, в конце концов? Вот халифат. И там будут парни, которые будут смотреть на Запад, на людей, которые пришли для того, чтобы поиздеваться над благородными тунисцами, которые хотели реально жить там хорошо. Но здесь действительно очень много работы мы информируем эту новую реальность. И для того, чтобы обсудить эти вопросы, я предлагаю, приглашаю сюда наших любимых окружаемых Андрея Николаевича, Леони Федоровича, Андрея Юрьевича.